всем привет это инфокар мы находимся в женеве и сейчас пришло время поговорить о вечном знаете немцы они такие правильные принципиальные но до тех пор пока речь не заходит о деньгах они уже 10 раз клялись и божились поставить крест на проекте геленваген но настойчивый покупатель продолжает стоять на своем в итоге в 2017 они показали вместо очередного рестайлинга абсолютно новый кузов а в 2018 на подиум выкатился monster g63 amg еще мощнее еще быстрее и еще белее да да как бы пытаясь уйти от излишней брутальности и гротеска немцы решили презентовать самый злой кубик в ангельском обличье но поверьте это всего лишь прикрытие хотя под цифрой 63 сейчас скрывается и менее объемный 4-литровый twin turbo v8 мощи в нем даже больше чем раньше 585 лошадей и 850 ньютонометров в итоге сбросивший за счет алюминиевых деталей кузова около 170 килограмм это 63 стал на секунду быстрее четыре с половиной до сотни кирпич как всегда рвет шаблоны возможно все дело в новом обтекаемом бампере и зеркалах а может быть именно этого ему раньше не хватало чтобы стать полноценным болидом но и формально конечно но инженеры могут похвастаться и экологичностью настолько формально насколько можно когда ты пытаешься придать скорость звука двух с половиной тонному кирпичу в смешанном цикле он жрет на пол-литра меньше аллилуйя теперь совесть покупателей этих монстров будет чиста они теперь практически могут примкнуть защитникам дикой природы но практически но на самом деле к дикой природе этот кубик имеет лишь одно отношение он может легко проехать там где пройдет далеко не каждое дикое животное здесь по-прежнему три святые блокировки пониженный ряд передач огромный клиренс еще более жесткий кузов ну и все это неизбежно дополнилась так сказать попсовой внедорожной электроникой короче да он теперь еще проходимый главное на природе хотя бы приглушать звук спортивного выхлопа мг здесь это уже можно сделать с помощью кнопки в салоне знаете я впервые сижу в кубике 2018 года хотя много ездил на предыдущих поколениях и одно могу сказать точно здесь стало намного просторней и в основном по ширине потому что они действительно расширили этот кузов на целых 12 сантиметров и абсолютно не зря потому что раньше с этим были проблемы салон можно сказать стал гламур не здесь теперь очень много алюминия и глянца но про экран от с-класса вообще нечего говорить да теперь многие дважды подумают прежде чем отдавать эту машину в мозолистые руки бодигуардов внутренней же изюминкой амг версии конечно является этот руль его спортивной формой спортивный руль в гелике шаблоны в голове продолжают рваться с одной стороны какой еще спортивный руль в паровозе с другой стороны четыре с половиной до сотни с такой динамикой с этой машина еще нужно уметь совладать тем более в этом плане новый кузов или новое поколение тоже отличились шире кузов шире колесная база кроме этого передняя подвеска теперь наконец-то независимая губик действительно стал драйвове я даже не побоюсь этого слова маневрений гелик не создавался как машина для пассажиров второго ряда такое требование поставил уже сам клиент да есть фанаты езды здесь с водителем и единственное на что жаловались такие клиенты жесткая подвеска мы пока не знаем что будет с подвеской но кресло действительно удобнее ну по крайней мере длиннее стало сидение то есть спинка в общем-то ничего правда двери по-прежнему небольшие хотя опять же клиенты не жалуются единственный момент первое время люди купившие эту машину привыкают не садиться сюда а заходить как в бтр знаете что я думаю раньше владелец гелика в компании друзей часто вынужден был рассказывать что он не сумасшедший что ему так удобно что он привык и что ему это очень нравится сейчас у него будет больше аргументов этот гелик стал действительно комфортнее ну как минимум по убранку салона он будет проще однозначно проще и легче управляться и зараза он так и стал еще быстрее и так с этим товарищем у меня все и пошли дальше гулять по женеве и знакомиться с другими недомерками ищите новые видео на нашем youtube канале и в социальных сетях не прощаемся